Итак, для тех, кто практикует пранаяму, чем она может быть опасна и как пранаяма может вызвать онкологию и даже убить? Базируясь на моих двух предыдущих видео, закон о насилии, карма, часть 1, часть 2, рекомендую сегодня посмотреть, какие происходят процессы в теле человека, когда он не подготовлен, начинает заниматься пранаямой, так как сейчас это все пущено в Европе на бизнес-платформу, и людям не говорится вся правда для того, чтобы зарабатывать деньги. Так вот, люди, которые не практикуют первые три ступени, в йоге существует 8 ступеней для того, чтобы достичь высшего духовного уровня связи с Богом. Так вот, первые три ступени — это яма и не яма, закон ненасилия, и, конечно же, питание, диета. Диета для того, чтобы начать практиковать дыхательные практики, то есть пранаяммы, накопление энергии, должна быть как для йогов. Диета должна быть растительной, диета, потому что животная пища, она человека забивает. Мы состоим, как в фильме «Матрица», вот сейчас представьте, что вы видите меня только точки, я не тело. И вот всё это тело состоит из атомов и молекул. Это просто атомы и молекулы. Поэтому вот вы меня видите, атомы и молекулы. Когда человек начинает есть мясо, его сознание и разум притупляются. Дело в том, что почему такой человек также хочет есть мясо? Потому что его ментальный уровень, его уровень разума и ложного эго не доминирует разум. У него начинают развиваться плохие привычки изначально. То есть он изначально, у него ложь, агрессия, зависть, депрессия, боль, обиды, гордыня, алчность, желание достичь успеха, желание идти по головам. Такой человек часто бескомпромиссен. У такого человека часто есть такой вот пример. Либо моё мнение, либо ничьё. Вот такие люди, они не способны на компромисс, к эмпатии. И у таких людей возникают ментальные расстройства, ментальные паразиты формируют такие привычки. То есть я бы сказала, такие привычки формируют ментальных паразитов, но они работают, наверное, с энергией. И эти привычки начинают от грубое тело вводить в состояние болезни, даже скрытой. Такой человек постоянно хочет мясо для того, чтобы притупить хоть немного свою агрессию. Но мясо, оно вызывает ещё больше агрессии. Получается вот так вот, такой ком. И вся еда, которая называется мясом, это мясо рыбо-яйца. Это всё категория мяса. Это всё продукт насилия. Так вот, потребляя такую пищу, человек постоянно по кругу бегает и испытывает внутреннюю дисгармонию. Также на физическом уровне его тело накапливает шлаки. Это трупные яды, кадаверин, путрисцин, птамоины. Которые забивают капилляры, а капилляры 100 тысяч километров в нашем теле. С забитости капилляров начинают забиваться сосуды. Начинается хроническая гипоксия ко всем органам, тканям, системам, к мозгу. Представьте себе, что все капилляры забиты трупными ядами и остатками непереваренной пищи. Дальше к такой забитости, там где образовалось болото, начинаются размножаться паразиты с геометрической прогрессией. Паразиты развиваются очень быстро. Начинается такое болото. И организм такого человека, внешне он даже может выглядеть нормально. Он даже может ему казаться, что он здоров. Но он уже на ментальном уровне имеет огромные проблемы. Такой человек склонен к склоукам, к осуждению, к вступлению в конфликты, потому что паразиты начинают завладевать разумом такого человека. Естественно, потому что ментал уже изначально нарушен, и паразиты тела уже там размножились, и они уже управляют полностью даже телом человека. То есть все логически, все эти знания из-за аюрведы, я не говорю от себя тяну, это аюрведа, и вся медицина произошла современная. Это кусок, это самый мизер, самый извращенный кусок аюрведы. Высшая медицина, которая в аюрведе, нашими не снилась, потому что наши пропагандируют примитивный уровень медицины. Я имею в виду ортодоксальная медицина, это примитивнейший уровень просто для заработка людей, просто введения их в заблуждение и обман. Эта медицина не от Бога. А истинная аюрведа — это медицина от Бога. Так вот, когда люди едят мясо, их тело забито, забиты шлаками, забиты все каналы и меридианы. Такое тело не может излучать тонкие вибрации, тонко вибрировать, быть на уровне с Богом. И такое тело, начиная практиковать пранаямы, то есть дыхательные практики, вот например, да, такая по интенсивности. Сейчас покажу. У меня в теле начал подниматься жар. У меня хорошо работают межреберные мышцы. Жар пошел. И вот представьте, если бы я была зашлакована и ела мясо, этот жар бы пошел и просто разорвал бы меня все эти шлаки и токсины. У людей, которые практикуют, едят мясо и практикуют пранаяму, часто случаются психические расстройства и онкология. Онкология – это последняя стадия зашлаковки, потому что пранаяма интенсивнее начинает гонять этот мусор в организме. И чем этот больше мусор поднимается, тем быстрее человек умирает. Поэтому при практиках очищения, при практиках переходного питания от мертвого к живому начинает подниматься этот мусор. И если человек сильно зашлакован и он это все делает неправильно, он может себя убить практиками очищения. Если делать это не под руководством, без знаний, просто услышал о сыроедении и начал есть сырую пищу, а до этого 20-30 лет ел и 50 лет ел мертвую пищу, и он надеется, что он сразу перешел на сыроедение, и ему будет хорошо. Да он может умереть, если это делать без знаний. Это великая наука, великое искусство. Поэтому я приглашаю тебя в свой телеграм-канал, чтобы ты там обрел эти знания, плюс мою помощь получил. Помощь моих учеников, которые прошли все это. Пожалуйста, пригоди. Потому что сейчас все обманывают. Практика пранаяма поставлена на поток для заработка денег, и людям не говорится правда. Для чего? Зарабатывать деньги? Ну это того не стоит. Это же стоит ваших жизней. Поэтому так много ошибок, поэтому не работают природные средства, поэтому люди начинают кричать, это им не помогает, это плохо и тому подобное. На самом деле просто потому, что человек без знаний ко всему подошел. Это огромнейшая наука. И только очищенный разум сможет понять. Очищенное тело. А люди услышали, аааа, сыроедение, ааа, давайте голодать, хей-хей, поголодаем сейчас, хей-хей, посыроедим. И потом бац, не работает. Не сработает. Тут нужен огромный-огромный подход, огромное-огромное количество знаний. Поэтому приходи, гостем будешь. Ссылка на мой телеграм в шапке профиля.